Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Считаю! Раз, два, три! Привет, друзья! И это мы! Вот наш враг! Наша задача его как-то, друзья, победить! Давайте-ка мы нашему чувачку дадим вот такие мячи и, в принципе, выстроим ему отличнейшую позицию, чтобы он, естественно, взял и зафигачил этого чувачка. Но, смотрите, если я буду нападать в такой позиции, я выиграю? Как вы думаете? Напишите обязательно ваши догадки в комментариях. Ну, а мы, естественно, друзья, нажимаем на кнопку пуша и смотрим, кто у нас, интересно, выиграет. Есть! Смотрите, друзья, мы всё-таки его выиграли! Ура! Приветствую всех! С вами Илюша! Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Angel Fight 3D, где мы как раз-таки должны играть за вот этого человечка и побеждать наших врагов. И что же, давайте тогда, естественно, приступать к этому левелу. Мы можем взять два вот таких маленьких мяча, либо один большой. Давайте-ка, ребятоньки, мы возьмём всё-таки один большой. Я думаю, он нам очень-очень даже сильно пригодится. И, воу, вы это видели? У того паренька были очень даже большие мячи, и их два, а у меня всего лишь один. Ладно, окей. Давайте тогда сейчас мы вытянем нашу руку вообще на максимальную позицию, чтобы мы первее, естественно, смогли его атаковать. Ну, и в итоге всё, друзья. Нажимаем на кнопочку пуша, и в итоге смотрим, кто кому выиграет. Воу! Чётенько, друзья, я попал ему прямо в голову мечом, и благодаря этому мы победили. Но смотрите, друзья, это только первая половина этого уровня. Окей, давайте тогда сейчас, естественно, пройдём вторую половину этого уровня. И, ё-моё, ничего себе, вы это видели, друзья? У него есть щит и такая огромная булава. Давайте тогда сейчас тоже мы вместе с вами возьмём щит. Я думаю, он нам очень-очень даже сильно пригодится. Вот, смотрите, в принципе, уже выглядит очень даже неплохо. Ну, и осталось, друзья, дело за малым. Это, конечно же, выставить, опять-таки, далеко-далеко наше копьё. Благодаря неё, я думаю, мы сможем пробить ему как раз-таки голову. Только здесь надо чуть-чуть повыше взять нашу траекторию. Я думаю, то, что пора в бой. Давайте смотреть, кто же у нас выиграет. И... Ещё бы, друзья, чуть-чуть бы. И наша вот эта штука просто тупо прошла через её голову. Но как-то худо да бедно мы вместе с вами всё-таки попали. И смотрите, нас, кажется, сейчас будут запуливать в этот замок. Ладно, окей, попадаем на хорошую, естественно, поляну. И, в принципе, мы вместе с вами разрушили одну вот эту штучку от этого замка. Не знаю, конечно, зачем мы разрушаем замок. Теперь у нас вместе с вами уже имеется аж целых 200 монеток. Конечно, за такую сумму мы пока что ещё ничего не сможем купить. Нам надо заработать аж целых тысячу монет. Это реально очень-очень даже много. Поэтому давайте-ка мы сразу будем приступать к уровню номер 3. И смотрите, что у нас здесь будет происходить. Кажется, мы будем прям в прыжке начинать нашу атаку. Ладно, хорошо. Давайте тогда сейчас мы, естественно, щитом немножечко прикроем опять-таки своё тело. Ну и меч, как всегда, друзья, начинаем вытягивать на максимальную длину. А нашу ножку, наверное, сделаю вот так, друзья. Будет, на самом деле, очень даже весело посмотреть, что вообще это будет. И в итоге смотрим. Капец, друзья, ничего себе. Он умудрился пробить как-то мой щит. Вот это жесть, друзья. А как же нам интересно его победить. Ладно, окей, друзья. На сей раз я выбрал вот такое странное положение. Давайте посмотрим, сработает ли оно или же нет. И в итоге есть. Смотрите. Значит, всё-таки не такое оно странное оказалось, потому что оно реально сработало. Замечательно. Приступаем тогда, естественно, проходить следующий уровень. Тут у нас, в принципе, такой же прыжок будет. Только посмотрите, как нас будет атаковать вот этот паренёк. Очень странная, на самом деле, у него поза. Но давайте-ка мы вместе с вами попробуем просто первыми, опять-таки, до него дотронуться. Я думаю, наверное, сделаю, опять-таки, такую же позицию, полулёжа. В принципе, я выгляжу как Супермен. Ну ладно, окей, друзья. Начинам, естественно, нажимать на кнопочку. И... Есть! Опять-таки, наша поза сработала просто на ура. И следующий паренёк, который у нас остался на третьем уровне, выглядит вот так. В принципе, у него, опять-таки, тоже очень странная поза. И я, друзья, уже представляю, как всё-таки его победить. Надо, опять-таки, взять позицию лёжа. Сделать её, наверное, примерно вот такой. Но при этом, друзья, она должна быть очень даже высока. Потому что мы должны попасть ему непосредственно прямо в голову. Нажимаю, естественно, на кнопочку. И, друзья... Эээ... Стоп, друзья, в смысле? Погодите-ка, а что делать-то? Ничего себе, несмотря на то, что мы просто тупо пролетели. По сути, у нас ничья. И этот паренёк каким-то образом всё-таки выиграл. Поэтому мне что-то подсказывает, что мы должны просто тупо взять и сделать такую же позицию, как и он. Потому что я пока что... Ну, никак, друзья, не могу сообразить, как же всё-таки он так ловко пригибается. Для начала я выставлю ещё вот такой небольшой щит, чтобы он закрывал мою голову. Ну и в итоге, друзья, вот таким образом мы бежим и начинаем атаку. И в итоге она была идеальной, друзья. О, кстати, смотрите. Опять-таки тот самый замок. На сей раз я опять-таки попал вот в эту штучку. И мы сбиваем вторую часть замка. Осталась у нас центральная. Ещё одни 100 монеток мы получили. И в сумме у нас их уже аж целых 300. Нажимаю тогда, естественно, на старт. И приступаем, друзья, проходить уровень номер 4. И, воу, кстати, смотрите, что у нас за подстава имеется. Паренёк очень даже хорошо закрыл свою голову. Ладно, окей. Давайте мы возьмём тогда два, естественно, вот таких меча. Очень даже крутых. Один мы, естественно, расположим чуть-чуть ниже. А второй будет чуть-чуть выше. В надежде на то, что всё-таки он сможет пробить этот дурацкий щит. И, в принципе, вот так, друзья. Я думаю, мы сможем вместе с вами победить. Ну или, по крайней мере, попробовать победить. И в итоге... Воу, стоп, погодите-ка, друзья, вы это видели? Мы пробили всё-таки ему щит. Но, к сожалению, не достали до головы. Ого! На сирос мне выпали вот такие прикольные копья. Давайте посмотрим, на что они способны. Есть! Наконец-таки, благодаря этим копьям, мы смогли победить этого дурацкого паренька. На самом деле, мы очень и очень даже много попыток на него потратили. Но хорошо то, что теперь у нас всё-таки имеется новый персонаж. И, о-оу, друзья, у него имеется лук. А как мне интересно против него сражаться. Вот это, ребятоньки, очень даже интересно. Ну ладно, хорошо. Давайте мы тогда сейчас опять-таки сделаем лежачую нашу позу. Главное, естественно, спрятать немного голову. И, наверное, спрячу я её вот так. Всё, друзья, я готов. Начинаем тогда, естественно, сражаться. И, о-оу, он сразу же, друзья, в меня попал. Я, ребятоньки, сейчас буду максимально ложиться к полу. Потому что я думаю, что это будет реально очень даже хорошая тактика. Смотрите. Мы бежим прямо на этого чувачка. Уворачиваемся от стрелы. И прямо ему в живот. Естественно, вам займ меч. Это реально было очень даже прикольно. Ну и давайте посмотрим, кто же всё-таки у нас тут будет в финале чувачок. Парень с вот таким копьём. И, конечно же, маленьким щитом. Окей. Я, наверное, друзья, сделаю легко. Сделаю, опять-таки, такую же тактику. И я думаю, даже, друзья, на полном серьёзе, то, что она у нас должна сработать. Главное, опять-таки, всё очень даже, друзья, грамотно сделать. Ну и в итоге смотрим, опять-таки, на наш результат. Начинаю атаку. И, друзья, это было очень даже легко. Ну и на сей раз мы просто обязаны попасть в эту зелёненькую штучку. И... Капец, друзья. Да что ж такое-то? Опять мы вместе с вами не можем на неё попасть. Но зато смотрите, как мы уже хорошо расфигачили эту крепость. Мы, друзья, приступаем к пятому финальному уровню. И давайте посмотрим, что же тут у нас будет за чувак. А он выбрал максимально странную позу. Давайте мы тогда сейчас вместе с вами, опять-таки, сделаем позу полулёжа. Но при этом она у нас будет относительно высокой. Потому что мы сейчас будем, естественно, стараться попадать чуваку прямо в голову. Смотрите, как она хорошо у нас торчит. В итоге я выбрал такую позицию. И давайте, ребятки, посмотрим на это. Серьёзно? Просто малейшее, друзья, попадание. И я взял и проиграл ещё к этому же. Ладно, хорошо. Я понял, друзья. Надо было немножечко пониже сделать нашего чувачка. И, конечно же, меч я тоже на всякий случай сделаю пониже. Потому что я не хочу рисковать. И в итоге, смотрите, друзья, чистое попадание. Господи. Это было реально очень и очень даже круто. В итоге давайте-ка тогда сразу же мы приступим к следующему чувачку. У нас вот такой паренёк. И он выбирает тоже довольно-таки странную позицию. В принципе, мы можем взять, ребятки, вот такие две штучки. И пробить просто тупо его щит. И в последующем его голову. Главное нам, опять-таки, хорошо настроить, естественно, высоту. Примерно она должна быть, друзья, вот такая. Приступаем, друзья, тогда, естественно, атаковать этого чувачка. И в итоге есть! Есть! Смотрите, идеально с первого раза сработала наша тактика. И мы, конечно же, вместе с вами его выиграли. Остался у нас последний вот этот паренёк. И опять-таки, ребятки, у нас будет битва прямо в прыжке. Окей. Я сейчас возьму, естественно, опять-таки мою самую любимую позу. Это поза из положения лёжа. Я думаю, мы вместе с вами, таким образом, очень даже легко достанем до нашего чувачка. Смотрите, просто раз, два, три, и в итоге его уже нет на этой земле. Мы приступаем к финальному рубежу. Опять-таки, катапульта. И я очень сильно хочу попасть на зелёненькую штучку. И в итоге... Как всегда, друзья, мы в неё не попали. Это, на самом деле, очень даже тяжело. Я не знаю, кто попадал вообще хотя бы один раз на эту штуку. Если вы, друзья, играли в эту игрушку и попадали на зелёненькую штучку, обязательно напишите об этом в комментарии. Потому что я за всю игру ни разу ещё, к сожалению, не попал. Ну, а с вами был Илюша и игрушка под названием Angel Fight 3D. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok